ПЕСНЯ ПЕСНЯ Добрый день! За окном зима, а зимнее время словно специально было предназначено для того, чтобы выполнять какую-то домашнюю работу. В русском крестьянском быту такой работы было много. Хозяин плел лапти. Хозяйки, дочери хозяйки, пряли пряжу, ткали холсты, из которых потом вышивали, шили рубахи, занимались вышиванием узоров, делали самотканные сарафаны, плели пояса. Было много всякой работы, но наступало время, когда работа заканчивалась. Это было время святок. Начало ему положило Рождество. В пределах двух недель народ отдавался отдыху и развлечениям. Нанимали специальные избы, где собирались и старые, и малые, водили светковские хороводы, пели светковские песни, загадывали загадки, играли в игры. И под конец, ближе к крещению, гадали. Гадали о своей судьбе. Вот с таким вечером нам сегодня и предстоит с вами познакомиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, святки начались. Святочные вечера были заполнены самыми разными событиями, интересными событиями. Сегодня мы в гостях у замечательного фольклорного коллектива «Венчик» из поселка Глинка, что в Смоленской области. И вот о том, как проходили эти святочные вечера, я хочу спросить участников. Василий Бабнюр, расскажите, что у вас кроме святочных песен еще было? Игры были. Берешь кольцо, носишь усел, создятся все в круг. И носишь кольцо, и каждому в руку, в руку, в руку. А кому отдаешь, никто не видит, кому попало кольцо. А потом становишься посереду и спрашиваешь, кольцо налицо. Он вскакивает, если его не задержали, значит, и он вводит этим же кольцом, он идет и обратно отдает кольцо. Ну, и то кончается игра, тогда начинаешь в рыбку гулять. Делаешь так, садись его полукругом, парень вводит в середине, и это, и ловит. Поймал. А что за рыбка-то? Рыбка. Ну, скрутить такое, как жуту все равно. И садись-то кругом. И вот так берешь, и он уже не видит, вот так вот, стройно садись-то, что даже не видит нигде. Он же в середине сидит. Он ищет, найдет, значит, у кого найдет, и этот садится человек на его место, он на его место садится. Вот так было у нас. А потом приносили кожу, вешали кожу. И вот подходит человек, вот, который, ну, захочет сказать, ну, что тебе надо, на сапои? Если на сапои, то ему отвалить хорошо, ремнем. Ну, а кто, вот, на туфли мне надо? Кто, вот, на шубу мне надо? Ну, и все это, вот, и бьешь этого человека. Не один же подходит, а много их подходит. Играли в ремешок. Воносили стул, ставили его и ложили ремешок. Выходил парень, вбил девушку ремешком, ложил. Если девушка не успеет сесть туда, значит, она водит. А если успеет, он обратно водит. А захочет, он на совет выйдет с девушкой, вот, он берет ремешок, стебает девушку и бросает на пол ремешок. И выходит вон. Субтитры создавал DimaTorzok Васильев день, канун Старого Нового Года. Время, когда начинали гадать на судьбу. А что для этого нужно было? Нужна была шапка или блюдо, в которые складывались перстни или фанты. И каждому такому фанту или перстню пелась своя песенка, на которую потом получалась отгадочка. ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пусть и тепленькая, и мягенькая. Ну, спасибо. Пусть и тепленькая, и мягенькая, и мягенькая, и мягенькая. Пусть и тепленькая, и мягенькая, и мягенькая. Пусть и тепленькая, и мягенькая, и мягенькая. И мягенькая, и мягенькая, и мягенькая. Пусть и тепленькая, 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 и мягенькая. Какой милый мой хороший Не ходи ко мне в детку Песня «Со мной рядом» Субтитры создавал DimaTorzok